Новый штамм коронавируса Омикрон стремительно распространяется, в том числе в Карачаево-Черкесии. По прогнозам медиков, республика сейчас переживает пик его распространения. Наша съемочная группа отправилась в государственный бюджет на лечебно-профилактическое учреждение Лечебно-реабилитационный центр Черкесска, чтобы узнать, насколько серьезна эта болезнь и чего ждать от Омикрона. Принято считать, что Омикрон переносится сравнительно легко. Например, в ЮАР, откуда родом новый штамм, уже сняты все обязательные ограничения. Согласно разработанной Минздравом России памятке, упор делается на выявление вируса и амбулаторное лечение заразившихся. Поэтому нагрузка на первичное медицинское звено значительно возросла. Мы лечим амбулаторных больных на дому. Лечим амбулаторных больных. Этим и занимается наша участковая служба, терапевтическая служба при поликлинике. На сегодняшний день у нас 247 больных. COVID-19, в котором проводится динамическое наблюдение, выдаются препараты в зависимости от степени тяжести заболевания. Симптомы заболевания Омикрона в целом похожи на те, что наблюдаются у других вариантов коронавируса и сезонных ОРВИ. Медики призывают не поддаваться панике и четко следовать рекомендациям. Если вдруг у вас появились симптомы ОРВИ, то есть заложенность носа, кашель, повышение температуры тела однократно до 37,5, пожалуйста, большая просьба обратиться в единую службу 122. Ваш вызов обработают и передадут ваши данные медработнику. С вами свяжутся и дадут рекомендации. В связи с тем, что Омикрон протекает очень легко, на 100 случаев Омикрона один случай госпитализации. Большая просьба пациентам, чтобы они не паниковали, что дистанционно мы их будем вести, ежедневный обзвон докторам лечащим будет осуществляться. Если вдруг какие-то будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь по номеру 122. Эффективна ли вакцинация против Омикрона? Ответ однозначен. По мнению медиков, наилучший иммунитет, безусловно, сформирован у привитых и недавно переболевших. Хоть вакцинация у нас в стране не обязательно, но я считаю, что это долг каждого гражданина провести своевременную вакцинацию и тем самым обезопасить и себя, и своих близких от коронавирусной инфекции. Меры профилактики не только не теряют своего значения, но становятся как никогда актуальными, так как Омикрон – наиболее контагиозный вариант коронавируса. И лайфхак от медиков. Поскольку Омикрон отличается высокой степенью заражения, врачи советуют в местах массового скопления людей носить две маски поверх одна другой. Мурат Шенкёсов, Максим Долгов, Вести Карачева, Черкесия. Мурат Шенкёс